Урок 11. Задача первая. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них 210 градусов. Сумма двух смежных углов 180 градусов. Сказано, что сумма двух из них 210. 210. Значит, это сумма двух тупых углов. Давайте найдем градусную меру одного тупого угла. 210 надо разделить на 2. Получится 105 градусов. Градусная мера одного тупого угла. Зная градусную меру тупого угла, можно найти градусную меру угла смежного с ним, потому что смежные в сумме составляют 180. Значит, градусная мера острого угла 180 минус 105 – 75 градусов. Итак, при пересечении двух прямых образуются 4 угла. Два из них тупые углы по 105 градусов и два острых угла по 75 градусов. Задача вторая. Сумма трех углов, образованных при пересечении двух прямых, равна 240 градусам. Найдите наибольший угол. Давайте градусную меру острого угла обозначим за х градусов, тупого угла за у градусов. При пересечении будут образовываться острые и тупые углы, потому что сумма трех – 240. Потому что если бы это были прямые углы, то тогда сумма трех была бы 270. 240 – сумма трех. Значит, это два острых угла и один тупой. Смежные углы, х плюс у, в сумме составляют 180 градусов. По условию задачи, значит, сумма трех углов – это два острых и один тупой – 240 градусов. Решая вот эту систему уравнений, находим х и у. х – 60 градусов, а у – 120 градусов. Вопрос задачи. Найдите наибольший угол. Вот из этих трех углов наибольшим углом является тупой угол – 120 градусов. Задача третья. При пересечении двух прямых образовалось четыре угла меньше развернутого. Найдите меньший угол, зная, что градусную меру двух из них относится как 2 к 3. Значит, при пересечении образуются два острых и два тупых угла. Градусную меру острого угла обозначим за 2х – это как бы две части, а тупого – 3х. Отношение 2 к 3. Две части, три части. Так, смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Значит, 5х – это 180, х – 36 градусов. Надо найти меньший угол. Меньший – это 2 умножить на х. 72 градуса. Задача четвертая. Из точки О проведены лучи ОС, ОД, ОЕ. Луч ОД внутри угла СОЕ. Известно, что лучи ОС и ОД перпендикулярны, то есть они образуют прямой угол. Угол, образованный бисектрисами углов СОД и ДОЕ – 65 градусов. То есть вот этот угол – 65 градусов. Надо найти градусную меру угла ДОЕ. Бисектриса делит угол пополам. Если прямой угол разделить пополам, то получится 45 градусов и 45 градусов. Значит, вот здесь будет 45 градусов. По условию задачи известно, что угол, образованный бисектрисами – 65 градусов. Значит, вот этот угол будет 65 минус 45 – 20 градусов. 20 градусов. А угол ДОЕ – 2 раза по 20, потому что бисектриса делит угол пополам. 20 до 20 – 40 градусов. Градусная мера угла ДОЕ. Задача пятая. Развернутый угол разделен лучом, исходящим из его вершины на два угла. Такие, что четверть одного угла равна пятой части другого угла. Найдите больший угол. Давайте обозначим за х градусную меру меньшего. Если взять четвертую часть меньшего, то она будет равна одной пятой большего. Развернутый угол 180 градусов. Значит, х плюс у – 180 градусов. Значит, х – 180 градусов минус у. 1 четвертая часть от х – это 1 пятая от у. Вместо у можно записать выражение через х, либо наоборот, х выразить через у. И подставить вот в это равенство. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим у – 100 градусов. Это больший угол. Вопрос задачи был – найдите больший угол. Больший угол – 100 градусов.